Магнитогорск И вот сегодня мы приехали сюда, в Абзаково, в клуб 33 Медведя. Он располагается как раз на той горке, которая на выезд в сторону Магнитогорска. Вы его прекрасно видели, пока он строился. Теперь мы вам покажем, что здесь есть и как здесь можно отдыхать. И если кому-то кажется, что отдых такого элитного уровня это очень дорого, мы вас немножко разубедим и покажем, что отдых на уровне французских Альп или Швейцарии теперь доступен и в городе Магнитогорске. Есть чудное понятие, ранее нами неизведанное. Так вот, это понятие клубный отдых. Причем клуб участников может не включать обладателей счетов с шестью нулями. Далее по порядку и упрощаем. Всеобщая тенденция к домику в деревне, похоже, имеет чисто российские корни. Потому как большинство жителей Америки живет по сути в деревне, то есть в пригороде. Что с должной степенью разумности относится и к наиболее развитым странам. И это ничего, что наш разговор происходит на фоне умиротворенного комплекса, место которому в швейцарских тантонах. Без клещей летом и без проблем. Персональным оттягом в атмосфере, содержащей куда больше кислорода, чем пригородные сады. И тут начинается чистая арифметика. Но нет, и не будет у вас такого уровня сервиса, за такие достаточно небольшие деньги. Так как комфорт и отделка даже с самой недорогой халупони до такого уровня обойдется выше озвученную сумму. Теперь для кого и как сюда попасть? Для всех. И в любое время. И не обязательно в пробках и в межсезонье ломать голову. На комбинате, в бизнесе есть и будут чудо-деньки. Будь то отгулы, либо просто желание на день-два на все забить и отдохнуть. Без многочасового перелета, без проблем. И вуаля, без социальных карточек, негламурности Банно-Рублевского перенаселенного озера и Европа. И европейский подход. И шаттлы. На базе теплых полноприводных газелей до горнолыжки. И банька. Традиционно чисто русском стиле. И покушать и оттянуться в компании и без. И даже в мансарде и с собственным обеденным столом для чудо-хозяек. И не верится, но есть. И знаем. Супер-дворцы турецкого производства, скажем, наши не хуже и доступнее. Теперь о вещах свойственных отдыху зимой в атмосфере горнолыжного комплекса. Так, с ценой вопроса вы определились. Осталось задать себе вопрос, что делать. Ну, отдыхать это понятно. Как отдыхать активно, это тоже понятно. Что делать в Абзаково зимой? Вопрос совершенно глупый. Ездить на горных лыжах, на чем еще? Можно и на коньках покататься. И для этого в Клубе 33 есть, кроме всего прочего, собственный магазин. Есть то, чего я не видел, допустим, даже во всех очень таких навороченных магнитогорских торговых центрах. Замечательная коллекция лыж. Тот, кто любит и потестировать, есть и тест-драйв, так называемый. Пожалуйста, попробуйте. Ну, а поскольку дело-то идет к лету, соответственно, вы покататься еще можете месяц-полтора. И покататься, и приобрести себе, допустим, те же хеды с практически 30% скидкой. Но, пожалуйста, есть и прокатный инвентарь. Это уже в политике Клуба 33. А так как Клуб 33 это все-таки клуб, это клубный отдых, то в политике этого клуба каждому году новая коллекция прокатных лыж. Знаете почему? Потому что вы приехали отдыхать большой и веселой компанией. Большой и веселой компанией найдется наверняка знаток. И вот он захочет. А я хочу на модели последнего сезона. Ну и каждому сезону Клуб 33 приобретает новый комплект абсолютно хороших лыжиков. Вот беру первые попавшиеся. Прокатные. Здесь такое выражение, муха не сидела. Ну, практически не сидела. Ну, опять же, следует традиции Клуба. Сейчас идет распродажа прокатного оборудования. То есть, ну, голову включайте, приезжайте отдыхать. Сейчас скидки на лыжи и еще и можно и уехать отсюда с комплектом недорогих. Это для тех, кто любит совсем бюджетный отдых. Конечно, не в рамках нашей программы «Копаться в одежде», но видел и сам занимался подобным. И мужики, не забывайте, и дамы, знайте, что есть. И даже в элитных отелях бутики с ценами приемлемыми и достойными внимания. Я, честно говоря, немножко отложунулся. Потому что на первом этаже был. Думал, что там магазин находится. А магазин находится на втором этаже. И что в этом магазине? Но есть и бюджетные, и внебюджетные варианты. Но самое главное – идельный совет путешественников. Вы же помните, мы путешествовали и в Индии, и в Турцию, и в Египет в любимой, и в ненаглядной. Так вот, как я путешествую в последнее время, я беру с собой деньги. Беру с собой сумку, в которой камера путешествует. Больше я не беру с собой ничего. Также, если ваши гости приехали, это, опять же, совет для тех, кто любит гостей принимать. У кого нет домика в деревне, тот, кто хочет показать, что Магнитогорск славится не только металлургическим комбинатом, но и горнолыжными центрами, советуйте, пишите Ваське или просто отправляйте e-mail. Ребята, приезжайте в Магнитогорск, берите только деньги. Потому что, приехав, допустим, в Клуб 33, поднявшись в это чудное заведение на второй этаж, вы себе тут же полностью экипируете. То есть, дешевые достаточно футболочки, брючки для отдыха. И вот это я вот совсем даже обратил внимание любимому, но и толсток. Теперь я, отдохнув днем суетным, насладимся вечером и временем, перед которым отдыхают и Сочи, и Европа. Весна. И дивные поэтические вечера, пролонгированные ночными катаниями и комфортом, в котором просто необходимо жить. И здесь, и сейчас. И время, и истории замедляют свое повествование. И здесь, и сейчас чувствую, что труд строителей и желание сделать недорогое чудо-место отдыха реализовано на практике. И, вернувшись в начало сюжета, и взяв в руки калькулятор, и пересчитав собственное свободное от работы время, и нежелание топить печку, разгребать мусор и наводить порядок, и мыть посуду. Логично поразмыслив, выберем для себя клубный доступный отдых. В теле уральского уютного местечка. 33 медведя. Итак, как я уже вам говорил в начале, клуб 33 медведя предлагает вам вариант клубного отдыха. Для компании, допустим, из двух молодых пар. Есть такой вариант с отдельным ходом. И что мне больше всего понравилось? И чего я нигде не видел? А видел я много чего. И приходилось мне и в Риксосе теряться, и вот чудо-животное Сангейт Роял. Там и не только я терялся, было дело. И номерочки-то я видел разные-разные, всякие-всякие. И скажу вам честно, это уже касается чисто магнитогорской особенности. Все сделано из наших материалов и нашими же руками. Посмотрите, как можно сделать точно такой же дизайн в вашей квартире. Но вы вряд ли себе на даче сделаете такой дизайн и такое качество выполнения работы. И вряд ли у вас на даче, ну, я вот и отношу эту речь к тем людям, которые имеют семейный бюджет примерно 60 тысяч рублей, будет вот такая керамическая плита. Вряд ли у вас на даче будет замечательный холодильник, он визит. Вряд ли у вас на даче будет такого качества кухонная гарнитура. Ну, в общем, сами подумайте. Стоит вам тратить деньги, когда вы сможете на свою задачу с таким семейным бюджетом поехать, ну, раз в три недели. Когда есть возможность приехать сюда, спокойно, в тишине, обратите внимание, ну, тишина просто звенит. Редко такого бывает в городе. Так вот, приезжайте, отдыхайте и наслаждайтесь тишиной, свежим воздухом и бесподобным комфортом.